Здарова, малыши и малышки! С вами Тарас Пушка, вы на канале Путь Джедая, и в этом видео я расскажу вам, какой чай надо пить для бодрости, а какой чай надо пить для расслабона. Немедленно подпишись на канал, а ставь комментарий под этим видео и поставь лайк, это супер важно для продвижения моего YouTube канала. А мы начинаем, поехали! Еще раз всем привет! Предлагаю перед тем, как приступить к этому просмотру, этого прекрасного видео, заварите, пожалуйста, себе чаек, усаживайтесь поудобней и приступайте к слушанию. Нет! И будьте готовыми внимательно слушать то, что я вам расскажу и участвовать, может быть, со мной в какой-то дискуссии с помощью комментариев, которые можно оставить под этим видосом. Итак, мой топ чаев для бодрости. Ну что ж, начнем, наверное, с самого главного, одного из самых популярных чаев. Это шу-пуэр. Что делает с нами шу-пуэр? Бодрит, тонизирует, настраивает на рабочий лад, помогает нам сконцентрировать свое внимание и упорядочить наши мысли. Тот чай, который идеально пить с утра и зарядиться бодростью и энергией на весь день. У шу-пуэра достаточно большое количество разновидностей. Я сейчас предпочитаю пить лао-гунтин в блинах, которые можно у меня приобрести. И мне очень нравится мой любимый вид пуэра. Он называется чахуаши, кусочки серебра. Такой гранулированный чаек с интересным вкусом, ароматом. В нем чувствуется ярко выраженно клейкий рис. Этот чай можно пить бесконечным количеством проливов. В общем, супер-пупер кайфный. Ну и на третьем месте я бы поставил чайные головы, которые прекрасно можно сварить. И вообще, барка пуэра это отдельная тема, про которую можно будет поговорить в следующих видосах. Поэтому вот три моих топовых пуэра, которые я вам рекомендую. Идеальный чай для того, чтобы начать свой день бодро, качественно, кайфово. Также в одном из своих рисов я рассказывал, что уникальность шу пуэра в том, что он подстраивается под твое состояние. В целом, это вообще уникальное свойство чая. Он дает то, что нужно твоему организму в данный момент. О чем речь? О том, что, допустим, я вечером после тренировки какой-нибудь интенсивной могу выпить шу пуэра для расслабона. Перед тем, как мне надо идти спать, выпив этот чаек, он меня классно расслабит, ведет в такое ровное состояние. Я пойду спать. Кто-то мне под этим видео писал, что ты дурак, что ли? Мать, ты дурак совсем. Шу пуэра на ночь пить после тренировки – это просто дебилизм и самоубийство для организма. Опять же, это к вопросу, к тому, что все индивидуально. На меня он действует и так, и так. Но с утра, наверное, это, да, лучший чай для мощнейшего начала дня. Подняться! Какой второй чай подходит для бодрости? Неожиданно, ребят, я вам скажу по моему опыту, это белый чай «Бай Хао Ин Жень» или серебряные иглы с белым ворсом. Премиальный белый чай, который сделан исключительно из почек. Цветочный фруктовый аромат, цветочное фруктовое послевкусие, нежный, светлый чаек, который пьется легко и который, на самом деле, с самого раннего утра вас так может разогнать, что мало не покажется, потому что это почки. А почки так работают всегда. Почки нас взбодрят очень сильно, дадут качественное чувство энергии. И вот этот чай, который, знаете, с утра попил перед йогой, например, да, и сделал йогу мамы не горю. Или наоборот, после супертяжелой тренировки хлебнул этого чая и взбодрился на целый день. Суперский чай, классный белый чай «Бай Хао Ин Жень» – чай для бодрости. Я же его могу отнести к чаям, которые хорошо подходят для расслабления. Здесь вопрос в том, какой водой вы этот чай завариваете. Если вы хотите взбодриться и забрать всю силу чая, то вы можете выпить этот чай, белый чай «Бай Хао Ин Жень», заварив его 95-градусной водой, либо крутым кипяточком. Тогда он вас взбодрит. Если вы хотите, наоборот, почувствовать хороший вкус и расслабление от этого прекрасного напитка, рекомендую заваривать его остывшей водой градусов 80, а то, может быть, и 70. Тогда он будет вкусный, спокойный, но не так сильно вас разгонит и взбодрит. Номер 3 в моем списке бодрящих чаев, чаев, которые заряжают нас энергией – это красные чаи. В данном случае у меня сосновые иглы. Один из моих, наверное, фаворитов в мире красных чаев на сегодняшний день. Медовый аромат, в нем почувствуете пряность, пряные нотки, древесные нотки, нотки сухофруктов. Очень вкусный и мощный красный чай. Напоминаю, что красные чаи супер подходят для того, чтобы пить их в холодную промозглую погоду, дождливым днем или вечером. Отлично красный чай справляется с депрессивным настроением, дарит нам заряд бодрости, энергии и позитива. Красный чай идеально подходит для бодрости. В данном случае у меня сосновые иглы, в вашем случае это может быть любой другой красный чай. Попробуйте и сообщите мне в комментариях, дает ли красный чай вам офигительную бодрость или нет. Переходим к второму этапу нашего видоса – это чаи для расслабона. Окей, let's go! Понятие достаточно растяжимое, потому что в каждом классном чае содержится большое количество теина, который нас бодрит. И, наверное, в первую очередь для расслабона подойдут те чаи, которые этот теин не содержит. А это даже уже не чаи, а как мы их называем – нечайный чай или чай без чайного листа. Наверное, на первом месте у нас стоит в данной категории гречишный чай. Мы же его называем еще печенька за его яркий нежный аромат, который действительно напоминает печенье. И за сладкий такой привкус, хотя сахара в нем никакого нет. И это ужасно полезный напиток, который лечит целую тьму заболеваний и супер сильно классно влияет на человеческий организм. Об этом чаю сделать надо отдельное видео, потому что это действительно круто. Начинайте свой вечер, да, отход ко сну, если вы хотите быть расслабленным, с этого прекрасного напитка – гречишный чай, он же печенька, всегда есть у нас в продаже. Рекомендую, залетайте и так далее. Что следующее у нас, да, может подарить нам умиротворение и покой. Покоя, умиротворение и вот этой гармонии. В большинстве, да, статистики, в большинстве это Габа Улун, Габа Алишань у нас. Напомню, что Алишани в интернетах сейчас развелось целое количество, хотя на самом деле местность не супер большая Алишань. И качественный чай есть у нас и у порядка там других десяти чайных продавцов в России. Будьте внимательны. Габа Алишань. Я бы не сказал, что на меня этот чай действует прям супер расслабляюще. Скорее всего, он не на тело действует расслабляюще, а на разум из-за высокого содержания гамма-аминомастной кислоты. Этот чай дарит нам состояние спокойствия, легкости, взвешенности, уравновешенности. Такой баланс, если вдруг у вас разрывают какие-то дела, вы не знаете, за что взяться, вот этот чай подарит вам баланс, спокойствие, непоколебимость определенную. И в вечернее время, да, он так круто после трудового дня может выровнять ваше состояние, снизить стресс и заставить вас расслабиться, посмотреть внутрь себя, задуматься о чем-то. Короче, классный такой чаек. Сюда же я, наверное, отметил бы светлые улуны, тайваньцы, другой технологии производства, как чай, который хорошо расслабляет. И на третьем месте здесь, это мое личное, наверное, это некие, некоторые виды шен-пуэров. Для многих шен-пуэр является супер бодрящим чаем. Для меня, наверное, шен-пуэр это чай, который, наоборот, тебя расслабляет, размазывает и настраивает на такое медитативное состояние. Поэтому вечерком припить шена после ужина, на мой взгляд, это идеальное времяпрепровождение и идеальный план, чтобы заставить чувствовать себя спокойно и умиротворенно. Что касается сна и чая, опять же, многие говорят, я тебе не могу заснуть после чая. Чай не рекомендуется пить за 2 часа, а то и за 3 часа до отхода ко сну. Опять же, все это индивидуально. Я, например, могу в любое время попить чай и никак это не повлияет на то, что могу я уснуть или не могу. На меня так сильно чай не влияет. Поэтому смотрите за своим организмом, тестируйте, пейте разные чаи, отслеживайте свое состояние. И можете прислать мне свой список чаев, которые вас бодрят и которые вас успокаивают. За 7, ребятки, все. Еще раз попрошу подписаться на мои другие социальные сети. В комментариях напишите свое мнение относительно самых бодрых чаев, относительно чаев, которые расслабляют. И не забывайте, что у меня можно приобрести чай, как в России. Есть 2 набора для знакомства с чаем. В одном 7 видов чая, в другом 10. Заказать можно здесь или связавшись со мной через инстаграм или через телеграм-канал. А также не забывайте, что на Бали у меня работает прекрасная чайная, в которую можно в любое время приехать, попить чайку, потестить, пообщаться со мной и кайфануть. Всем спасибо. Всем пока. С вами был Тарас Пушка. Пейте чай и кайфуйте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok